Привет всем! В эфире Шушаник, астроблога usadvise.ru, все про США. И сегодня я продолжаю серию видео про аренду квартир в США. Сегодня видео номер 3, в котором я поговорю про то, как узнать безопасность района, в котором вы планируете снимать квартиру, как узнать демографическую ситуацию, то есть кто живет в этом районе, а также я немного поговорю про школы, как узнать, к каким школам относится дом, в котором вы живете, и как узнать, насколько эти школы хорошие или плохие. Давайте начнем с самого главного вопроса для большинства. Это вопрос безопасности, и это не только для тех, кто живет в другой стране и планирует переехать, а вообще тех, кто переезжает из других штатов, потому что, когда переезжаешь на новое место, в новый город, никогда не знаешь, какие районы хорошие, какие плохие, где лучше снимать, где лучше не снимать. Поэтому для того, чтобы узнать, насколько безопасно место, где вы собираетесь снимать квартиру, если у вас есть уже адрес, то есть вы посмотрели, например, на Craigslist подходящие квартиры или на Apartments.com, вы можете зайти на такие сайты. Есть два очень хороших сайта. Первый из них это spotcrime.com. И здесь вы можете написать адрес квартиры потенциальной или дома, который вы собираетесь снимать, и увидеть, какие преступления там происходили. Этот сайт, он не показывает все преступления, поэтому мы еще зайдем на другой сайт, но он показывает некоторые преступления, которые происходили за последний год. Вот, ну, ради интереса я напишу адрес недалеко от места, где я живу. Вот, и как видите, он показывает, ну, то есть, как видите, место, где я живу, оно, в принципе, более-менее безопасное. Тут за весь год произошло совсем, ну, мало что. Вот был один assault, то есть нападение. Можно, кстати, кликнуть и прочитать подробности. Значит, тут вот есть дата, время, когда это произошло. И написано, что То есть, это, в принципе, сбили пешехода и уехали. То есть, это даже не так было, как нападение. То есть, не напали на человека, сбили и скрылись. В общем, тут было два ареста. Ну, как за год, в принципе, не очень много чего произошло. Правда, тут не все преступления написаны, поэтому мы зайдем еще на второй сайт. Но просто ради примера я сейчас напишу адрес одного из плохих мест, тут вот, в Сан-Хосе, чтобы вы посмотрели для сравнения, как выглядит, когда место не очень безопасное. То есть, тут как бы намного больше всего, что происходит в районе. Значит, кроме этого сайта, есть еще сайт crimereports.com, на котором чаще всего намного больше информации. Но тут невозможно посмотреть подробности этих преступлений. Опять же, напишу ради примера место, где я живу. Опять же, как видите, не очень много чего, что происходило. Здесь можно выбирать даты, то есть, он показывает за последние две недели. Можно выбрать, по-моему, максимум месяц. И можно также выбрать преступления, которые вы хотите, чтобы отображались или не отображались. Тут пожары, quality of life, то есть, это качество жизни, если там много кто пьет, если были какие-то беспорядки, наркотики. Это можно включить, если вас волнует этот вопрос. Other – это преступления, которые не включены в главные категории. То есть, в общем, вы можете подключить любые преступления, которые вас интересуют, чтобы посмотреть, есть это или нет, выбрать дату и посмотреть, что происходит в том месте, где вы живете. Еще важный момент – это вот эти треугольные штучки. Они показывают людей, которые здесь живут. Это люди, которые отсидели за сексуальные преступления. То есть, в Америке есть закон, называется Megan's Law, по которому у каждого человека есть открытый доступ к информации. Можно написать адрес и посмотреть, если есть преступники, которые сидели за изнасилование или за другие подобные преступления, то вы увидите их. Можно буквально посмотреть, там есть фотография, есть адрес, есть вид преступления, за который они сидели. То есть, это сделано для безопасности людей. Ну, то есть, чтобы вы знали, если у вас есть подобные соседи, чтобы вы знали, чего остерегаться. И опять же, ради примера покажу не очень безопасное место, чтобы вы посмотрели, как выглядит. Вот. То есть, разница налицо. Здесь все друг на друге, все преступления – это плохое место. То, что я показала, было нормальное. Там, где я живу, более или менее хорошо все. Значит, это что касается преступлений. Вы пишете адрес, вы видите, что происходит в районе. Теперь, что касается демографической ситуации. То есть, как узнать, кто живет, больше ли там белых, или черные живут, или азиаты, или мексиканцы. Это тоже можно узнать. Для этого можно зайти на сайт movoto.com slash neighborhood.aspx И тут вы можете либо выбрать город и штат, либо zip code. Я бы рекомендовала zip code, потому что, если город большой, то там будет много разных zip codes, много районов. Zip code – это почтовый код, для тех, кто не знает. Где-то может быть хорошее место, где-то плохое. Поэтому, если город относительно большой, то лучше писать zip code и проверять по нему. Я, опять же, запишу свой, для примера покажу, как это работает. И тут он показывает вам всю информацию по населению. То есть, он показывает расу, пол. То есть, например, в месте, где я живу, большинство, 47% – это азиаты, и дальше 38% – белые. То есть, это превалирующее большинство – это азиаты и белые. Дальше можно посмотреть по образованию. То есть, опять же, в месте, где я живу, превалирующее большинство – это люди, которые закончили школу, и люди, которые получили бакалаврскую степень. Потом 18% – это те, у которых магистры выше, и 12% – те, кто не закончили школу. То есть, это тоже о многом говорит, если где-то место, в котором большинство, львиная доля людей, те, которые не закончили школу или закончили только школу, то это означает, что там не очень высокого достатка люди живут, и, скорее всего, это не очень хорошее место. Дальше идет по возрасту. Это, наверное, для тех, особенно, кто во Флориду едет, там есть места, где в основном живут пенсионеры. То есть, тут можно посмотреть, если вы молоды и хотите, чтобы молодежь в основном жила, ну, или люди среднего возраста. Ну, в общем, можно посмотреть по возрасту тоже. Дальше можно смотреть по месту рождения, по гражданству. Можно смотреть, он тут показывает страну рождения для тех, кто не родился в Америке. Опять же, превалирующее большинство здесь, где я живу, – это азиаты. Там, где будет Латинская Америка, возможно, это не очень хорошее место для жизни, к примеру. Дальше, где население в основном работает. Тут можно посмотреть. Можно посмотреть employment status. Вот это тоже очень важный момент. Ну, вот тут, где я живу, в основном 67% работают, 31% не работают и 2% безработные. Значит, чем больше безработных, тем менее благополучно это место. Если not in labor force – это люди, которые не работают и не ищут работу, это, в принципе, не означает, что эти люди плохо живут. Это, скорее всего, жены, которые сидят дома с детьми, у которых мужья хорошо зарабатывают. Тут, где я живу, довольно большое количество таких семей. И еще один важный момент, наверное, – это смотреть на доходы, на средние доходы людей, которые живут в этом месте. Здесь 42% больше всего – это от 75 до 150 тысяч. Это не доходы человека, это доходы на семью. И то есть означает, что тут живет средний класс и upper-средний класс. То есть это неплохое место для жизни. Если в каком-то месте превалируют люди, которые зарабатывают меньше 30 тысяч в год, то значит, это очень бедный район. Ну и от 30 до 80, 75 – это в зависимости, конечно, где. Здесь, в Калифорнии, это, конечно, мало. Но в других местах США это неплохие деньги могут быть. Опять же, это нужно смотреть. Ну и если большинство людей зарабатывают от 150, то это богатые районы, это элитные хорошие районы. Ну и, в общем, тут можно смотреть разные вещи, можно смотреть преступления, какие происходили. Но единственное, что это – они показывают по всему городу. Они не показывают конкретно по этому зип-коду. Преступления они показывают по всему городу. Ну, в общем, такую всю информацию это можно посмотреть на этом сайте. И это тоже поможет определить, насколько это хорошее место для жизни. Теперь давайте поговорим про школы. Потому что для тех, кому это не важно, особенно если вы будете снимать квартиру, а не покупать дом, то школы, если у вас нет детей школьного возраста, то они не важны. Но для тех, у кого есть дети, это может быть очень важной вещью, потому что в Америке очень многое зависит, качество образования очень зависит от школы и от дистрикта школы. Поэтому я вам покажу, как найти, какие школы относятся, точнее, к какому дистрикту относится место, где вы собираетесь снимать квартиру. Для этого мы зайдем на schooldistrictfinder.com. Здесь, если мы напишем адрес, он нам покажет. Сразу скажу, что насчет школ это довольно муторное дело, вот это все искать и проверять. Я понимаю, что это далеко не всем надо, но кому надо, это очень важный момент. Если вы хотите, чтобы ваши дети учились хотя бы в средних школах, а не в плохих, то было бы неплохо все-таки потратить свое время и изучить этот вопрос. Значит, в schooldistrictfinder вы пишете ваш адрес, и он вам покажет, вот где стоит эта красная штучка, это значит, где вы находитесь. Он вам показывает дистрикты. Значит, ну, поскольку я живу в Санта-Кларе, наш дом, он относится к Santa Clara Unified School District. Здесь он не показывает конкретные школы. В дистрикте есть несколько школ, и к каждому дому относится какая-то конкретная школа. И в отличие от стран СНГ, где, в принципе, ребенок может пойти в любую школу, то есть не обязательно, чтобы это была школа вашего микрорайона, не проблема ребенка записать в школу не вашего микрорайона. В Америке это невозможно. То есть если вы хотите, чтобы ребенок ходил в бесплатную государственную школу, то это только школа, которая относится к вашему дому. Поэтому очень важно, чтобы, если вам это важно, чтобы ваш ребенок ходил в хорошую школу, нужно знать, где снимать или где не снимать, где покупать, где не покупать. И от этого очень часто бывает, что на одной и той же улице одинаковые дома могут стоить с огромной разницей. То есть один дом может стоить 100 тысяч, а другой дом 200. Потому что один дом может относиться к плохой школе, а другой дом к хорошей. Ну, возвращаясь к поиску, значит, после того, как вы определили ваш school district, после этого вам нужно будет найти сайт этого school district и посмотреть, куда относится ваш адрес. То есть в этом случае я захожу на Santa Clara Unified School District. Дальше вам надо будет найти, где можно посмотреть, вот, find your school. И тут вот, ну, в основном это более или менее похоже от школы к школе, либо там будет страничка, где надо будет ввести ваш адрес, если он вам покажет школу, либо там будет такой PDF-файл, где надо будет найти ваш адрес. Ну, то есть, к примеру, например, вот тут First Street, да, North First Street, дома, начиная с 2600 до 3300, они относятся вот к этим школам. Например, если вы будете жить там 2650 North First Street, то ваш ребенок будет ходить в эти школы. Ну, и после того, как вы узнали, в какие школы будут, какие школы относятся к этому месту, где вы будете жить, вам нужно посмотреть, насколько эти школы хорошие. Я скажу сейчас насчет Калифорнии, потому что вообще в каждом штате свои какие-то системы проверки, потому что в Америке школьная система, она вообще регулируется штатом. То есть, в каждом штате свои какие-то правила, свои требования к школам, поэтому нету какого-то общего по всей стране требования, и поэтому тоже важно, чтобы ребенок ходил в хорошую школу, потому что требования разные, и они зависят и от школ, и от каунти, и, в общем, от разных абсолютно вещей. Значит, в Калифорнии есть такая вещь, как API, то есть это Academic Performance Index. То есть, там каждый год дети должны сдать определенные тесты, и согласно результатам этих тестов они публикуют API школы. Чем выше API, тем лучше школа, то есть тем лучше дети сдали эти тесты. Эта вся информация доступна. Значит, этот API, он, насколько я знаю, это именно калифорнийская система оценивания, но в каждом штате будет что-то свое. Все это можно найти, если вы хорошо поищете в интернете. Можно зайти на сайт Department of Education нужного вам штата и посмотреть всю информацию там. Это можно найти, это, возможно, будет не очень легко найти, но если вы потратите время, это возможно сделать. Я покажу конкретно по Калифорнии, потому что я знаю, как это делать. Значит, для того, чтобы посмотреть этот API, это нужно зайти на сайт API California Department of Education и посмотреть здесь API Reports, то есть School Reports, потому что мы смотрим конкретные школы. И здесь вот можно написать название школы, ну, например, одна из школ, да, тут Монтегю, можно посмотреть, выбрать нужного School District, и посмотреть, значит, например, вот School White API 803. Значит, для Калифорнии этот API, он идет до 1000 баллов, то есть чем выше, тем лучше. Говорят, от 800, чем, начиная с 800, это как бы неплохие школы. То есть 803 – это неплохая школа, не скажешь, что хорошая, но нормальная школа. И, опять же, здесь можно тоже по школам посмотреть demographics, то есть посмотреть студенты, каких национальностей там учатся. И в этой школе большинство Hispanics. Это не очень хорошо для школы. Вообще лучшие школы – это те, в которых большинство азиаты. Точно так же мы посмотрели младшую школу, точно так же можно посмотреть среднюю, старшую, и по этим API понять, насколько школа хорошая. Также, кроме такого сайта, есть еще отдельные сайты, которые делают рейтинги школ. Один из таких сайтов – это greatschools.org. Но дело в том, что те рейтинги, которые на этом сайте, это просто рейтинги людей. То есть это не какие-то официальные рейтинги, они не основаны на баллах, на тестах. Это просто что люди, что родители и дети пишут про свои школы. Но здесь тоже можно, в принципе, посмотреть информацию более или менее… Не знаю, насколько она будет правдива, насколько она будет отображать реальность, но, по крайней мере, можно посмотреть отзывы. Для этого нужно здесь написать название школы, здесь выбрать штат, или просто выбрать штат и посмотреть по всем школам. Уже вы сами смотрите, как вам удобнее. В общем, это была вся информация, я думаю, на тему того, как изучить и понять те квартиры, которые вы нашли, стоит их снимать или не стоит, в каких районах, на каких улицах лучше снимать. В следующем видео я поговорю об общих вещах про аренду квартиры, о депозите, которые нужно оставлять, об определенных правилах, и также скажу о плюсах и минусах съемок квартиры участника и в апартнер-комплексах. Поэтому, если вас интересует эта тема, следите за обновлениями. С вами была Шуша Ник, автор блога usadvise.ru, все про США. Всем спасибо, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!